Вооруженные силы Украины имеют успехи на Покровском направлении. Украинские военные практически ежедневно отбивают вражеские позиции. Как сообщает УНИАН, об этом в эфире телемарафона рассказал командир 425-го отдельного штурмового батальона «Скала» майор Юрий Горьковый. На сегодня, за две недели враг не продвинулся. Наоборот, мы имеем успехи. Не буду из соображений безопасности говорить, где именно. Но уверен, что они даже руководству своему не докладывают, что те населенные пункты уже не их. По словам Горькового, ВСО отбивают у россиян не только улицы, но и населенные пункты. К примеру, украинские военные продвигаются в Новогродовке и Николаевке. Кроме того, враг уже не наступает таким большим потенциалом, как это было ранее. Если неделю назад враг еще шел от 20 до 40 человек на одну мою позицию, то на сегодня 3-6 они собрали, но все равно идут. То есть количество упало, но интенсивность нет. Также о ситуации на Покровском направлении в эфире телемарафона рассказал спикер Национальной гвардии Руслан Музычук. По его словам, этот участок фронта остается сложным. Здесь противник пытается атаковать наши позиции в районах более 10 населенных пунктов. Противник привлекает в первую очередь пехотные штурмы. Это и небольшие группы по двум-трем военнослужащих. И иногда большие, от пяти до десяти, которые накатами постоянно пытаются штурмовать участки и возле населенных пунктов осуществлять лобовые атаки. В то же время ВСУ имеют новые успехи на курском направлении. Окупанты провалили план Кремля отбить позиции украинских военных до 1 октября. Об этом в частности написал в своем телеграм-канале глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко. Путин приказал руководителю ФСБ Бортникову исправлять собственные ошибки и воевать за Курскую область. Дюмин не справился уже с задачей выиграть эту битву для России до октября. Но значительную роль сейчас в боях в Курской области со стороны России играет ФСБ. Именно они, по мнению в Кремле, провалились и допустили потерю части Курской области. По словам Коваленко, между тем, сила обороны продолжает удачные действия в Курской области. Но он оставил эту информацию пока без деталей.